Наш район очень часто становится местом проведения различных спортивных состязаний. И для поклонников радиоспорта он также является известным. Это еще раз только что подтвердилось. В хуторе при Кубанском прошла пятая региональная техническая конференция радиолюбителей. Радиоспорт – официально признанный вид спорта. Он представляет из себя комплекс из разнообразных спортивных дисциплин, общая задача которых заключается в быстрой передаче и приеме сообщений при помощи радиостанции. Для этого используют различные радиосредства для обмена сообщениями. И сейчас радиоспорт в Славянском районе вновь находится в центре внимания всех заинтересованных в этом людей. В этом мы смогли убедиться, побывав на пятой региональной технической конференции радиолюбителей. В Доме культуры хутора при Кубанского собрались кубанские радиолюбители, чтобы обсудить актуальные вопросы работы и показать интересные технические решения. Когда проводится какое-то мероприятие, первый раз, ну пробный шар, второе мероприятие, ну совпадение, третье мероприятие – это уже традиция, так у нас это уже пятое мероприятие. Так что, в общем-то, мы, скажем так, вправе сегодня праздновать какой-то юбилей, да, радиотехнической конференции в Краснодарском крае. Да, она проходит вот здесь, на хуторе при Кубанском. В радиоспорте – это скоростная радиотелеграфия, прием скоростных радиограмм, скажем так, да, связь на КВ, УКВ. Есть еще спортивная радиопеленгация, в которой активно, в общем-то, работают наши кубанские. Развитие технического творчества, распространение знаний в области радиотехники – одна из важных задач Союза радиолюбителей России. Руководитель Славянского отделения Союза радиолюбителей России Сергей Санников уверен, что будущее радиоспорта – это молодежь, которую привлекают новые технологии. Переходим на более современные методы, то есть уходим от КВ, вот на входе вы видели спутниковая связь, то есть это уже больше привлекает молодежь. Ну и, соответственно, для тех радиолюбителей, которые еще остались, которые интересуются всем этим, мы и проводим эти радиоконференции. В прошлом году, например, тематика широко освещалась поворотных устройств радиолюбительских антенн, в этом году связь через спутники, УКВ, также во второй половине идут вопросы-ответы, формат, а сейчас в основном для детворы, для всех это будет техническая часть освещаться. Перед открытием конференции ее участникам была показана возможность связи через радиолюбительский спутник, продемонстрированы видеоролики об интересных радиоэкспедициях. Во время открытия конференции еще раз была озвучена мысль о важности прихода подрастающего поколения в ряды радиолюбителей. Цель одна – привлечь в наши ряды как можно больше молодых ребят. А то у нас, честно говоря, союз радиолюбителей, это еще держится на том советском воспитании, и если посмотреть, то позывные, в общем-то, имеют те категории лиц, у которых, в общем-то, уже не один десяток лет радиолюбительского стажа. Славянские ребята с интересом слушали выступления. Наши радиолюбители успешно проводят радиоэкспедиции в Африке, о чем собравшиеся узнали из показанного видеоматериала. Для юных славянцев, делающих только первые шаги в этом деле, общение с опытными радиолюбителями очень полезно, поскольку позволяет им получить ответы на свои вопросы и расширить горизонт познания. В ходе конференции состоялся обмен опытом работы с радиолюбительскими программами. Были награждены победители соревнований по радиоспорту. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Спасибо. 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 Спасибо.